Здравствуйте! Сегодня мы продолжим рассматривать таблицы и ознакомимся с примером экзаменационного теста. Таблица 61 показывает численность и долю населения 80 лет и старшего возраста и медиальный возраст населения в странах Южного Кавказа за период 2010-2050 годы. Дается средним вариантом прогноза ООН. Можно видеть, что к 2050 году как в Азербайджане, так и в Армении и Грузии численность и доля населения 80 лет и старшего возраста будет значительно больше, чем в настоящее время, то есть в 2010 году. Следует отметить, что самая большая разница между 2050 и 2010 годом в этом плане наблюдается в Азербайджане. Также можно заметить, что медиальный возраст увеличивается во всех странах Южного Кавказа. Уже в настоящее время медиальный возраст выше всего в Грузии, далее в Армении и потом в Азербайджане. Такое же положение будет и в 2050 году, то есть в Грузии медиальный возраст будет выше, чем в Армении, а в Армении выше, чем в Азербайджане. Хотя медиальный возраст увеличится во всех странах Южного Кавказа. Следующая таблица, то есть 62-я, и далее таблицы показывают численность в тысячах населения по поводу возрастных групп в странах Южного Кавказа, начиная с 2015 года по среднему по варианту прогноза ООН до 2050 года. Возрастные группы даются по пятилетним интервалам, 0, 4, 5, 9 и так далее, последняя, 100 и старше возраста, возрастная группа. Даются как оба пола, вы видите, так и мужчины и женщины. Как было сказано и в тысячах, и в процентах. Сперва идет определенный год в тысячах, в абсолютных числах, а далее он дается в процентах. Так, как было сказано, до 2050 года, включителями дни, то есть последнего года, рассматриваемого нами периода. Ну, вы видите, сейчас 2025 год в тысячи, потом тот же год в процентах, потом 2030, потом 2030 в процентах, ну, 35-й в абсолютных числах, 35-й, тоже в процентах, потом 40-й, в 40-й процентах, и так далее, до, включительно, 2050 года. Далее, таблица 78 показывает число родившихся, умершихся и естественных прирост в странах Южного Кавказа за период 2010-2050-х годов по среднему варианту прогноза ООН в абсолютных числах, то есть тысячах. Дается по шестилетним годичным интервалам, то есть 2005-2010, это для сравнения, не прогноз, разумеется, уже в настоящее время, 2010-2015 и так далее, 2045-2050, последний рассматриваемый период. Ну, можно заметить, что число, скажем, в Азербайджане, в живорожденных, родившихся, то есть абсолютных числах, сперва увеличиваются до периода 2015-2015 года, потом меняется, ну, в общем-то, тенденция к снижению. Далее, остаются умельщие, ну, мы видим, что ровно практически в два раза больше будет число умельщих в 2045-2050-х годах, в сравнении за год в Азербайджане, чем в 2005-10 году. И можно заметить, что все время число умельщих растет. А число естественного прироста все время, ну, есть только один период, 10-15, несколько увеличиваются, чем в 5-м и 10-м периоде, а потом все время снижается до минимума 2045-50-х годов. В Армении сперва наблюдается некоторое увеличение незначительное, потом все время число родившихся снижается, а число умельщих в это же время все время увеличивается. Ну, естественно, естественный прирост сперва уменьшается, а к концу периода даже наблюдается убор населения естественным путем. В Грузии число родившихся все время уменьшается, а число умельщих в абсолютной тысячах меняется. То увеличивается, то уменьшается. Зато нужно наблюдать, что естественный прирост населения все время уменьшается, и в 2010-15 годов периоде уже убивает население естественным путем, и это убивание все время растет. Ну, разумеется, исходя из абсолютных числах нельзя оценивать процесс, его интенсивность или уровень, и даже сами показатели, общие коэффициенты не описывают этот процесс достоверно. Тем более, повторяем, в абсолютных числах нельзя судить о процессе. Поэтому, ну, хотя бы грубо очень, ну, общие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста Ну, можно заметить, что как в Азербайджане, так и в Армении, в принципе, идет тенденция снижения рождаемости. Более четко эта тенденция выражена в Азербайджане, несколько менее четко в Армении по сравнению с Азербайджаном, и более изменчиво процесс, можно наблюдать этот процесс в Грузии. Что касается смертности на тысячи человек населения, в Азербайджане она продолжает увеличиваться, тоже можно сказать, и для Армении, и для Грузии. Ну, а естественный прирост, соответственно, в Азербайджане, в Армении и в Грузии все время уменьшается и ухудшается, так сказать. Следующая таблица, 80-я, показывает возрастные коэффициенты рождаемости в странах Южного Кавказа, опять-таки, по среднему варианту прогноза ООН. Можно заметить, что возрастные коэффициенты рождаемости в Азербайджане в возрастной группе до 20 лет и 20-24 все время уменьшается. Несколько незначительно повышается для возрастных групп 25-34, снижается опять-таки для следующих возрастных групп. В Армении несколько другое положение наблюдается. В частности, значительно снижаются возрастные коэффициенты рождаемости женщин до 25-летнего возраста. Однако увеличиваются возрастные коэффициенты женщин до 25-44-летнего возраста. Что касается Грузии, в данном случае наблюдается положение, схожее с Армении. Ну, несколько, разумеется, различий есть, не только в общих тенденциях, но и по величине. Однако до 25-летнего возраста женщин возрастные коэффициенты рождаемости снижаются, увеличиваются. Возрастные коэффициенты рождаемости для женщин 25-39-летнего возраста и практически незначительно изменяются возрастные. Дальше мы видим, таблица 85 показывает специальные суммарные коэффициенты рождаемости в странах Южного Кавказа, опять-таки, разумеется, за 2010-2050 годы по среднему варианту прогноза ООН. Можно заметить, что специальные коэффициенты рождаемости в Азербайджане практически снижаются, а потом незначительно увеличиваются в конце рассматриваемого периода. В Альмении такая же тенденция наблюдается, в Грузии практически тоже, ну, уровень в Грузии и так далее различается. Можно заметить, что суммарные коэффициенты рождаемости как в Грузии, так и в Азербайджане, вернее, в Азербайджане, извините, пожалуйста, снижаются, а потом стабилизируются после 2030 года на уровне 1,85. В Альмении они несколько увеличиваются до все время, практически до 2035 года, а потом стабилизируются на том же уровне, то есть на 1,85. В Грузии они стабилизируются раньше, где-то после 2020 года до уровня 1,85.